Телекомпания «ВИД». На рубеже 90-х страну, похоже, охватил массовый психоз. Если по каким-то причинам мы могли пропустить футбол или детектив, то сеансы медитации из Останкино, их называли оздоровительные телесеансы, смотрели все, почти без исключения. Привыкшие не особенно доверять официальной медицине, десятки тысяч зрителей потянулись к экранам. А вдруг поможет, а вдруг вот оно, спасение. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Как это было». Я надеюсь, у нас в студии сегодня есть люди, которые помнят эти телесеансы десятилетней давности. А вот кто, по-вашему, был наиболее известен среди телемедиумов того времени? Ну как, Чумак и Кашпировский, конечно. Ну, спасибо. Ну, конечно. Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Они не уступали в популярности телеведущим, артистам и звездам эстрады. А со знаменитыми заряженными Чумаковым фотографиями, любовно вырезанными из газет, многие не арестовались ни днем, ни ночью. У моей соседки, кстати, на кухне всегда стояла трехлитровая банка кипяченой воды от Чумака. И вот сегодня Алан Владимирович у нас в студии. Алан Владимирович, насколько я знаю, вы в прошлом известный тележурналист. Я не ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. И почему же вы оставили свою профессию, стали заниматься целительством? Как это произошло? Началось это с того момента, когда я понял, что я вижу этот мир по-другому. Вижу его в цвете, во взаимосвязях, взаимодействиях. Я это чувствую, вижу и могу в этом процессе участвовать. И это было настолько ошеломляюще и интересно. Увидел мир. Когда я понял, что вот есть некая другая реальность, а в то время это все было под запретом, не было никакой реальности, кроме социалистического реализма. Я понял, что есть другая реальность. И она и есть реальная жизнь. Это захватило меня настолько сильно и мощно, что, конечно, я полностью и целиком отдался этой страсти, если хотите. А что такое была для вас другая реальность, что это было? Понимаете, вот люди, сидящие сейчас у экранов телевизора, слышат мою речь. Это информация, конечно. Они видят нас. Это тоже информация. А есть ли какая-то другая форма взаимных контактов? Совершенно реальная, ощутимая. Конечно, есть. Вот если вы мне позволите, буквально 30 секунд, дорогие телезрители, вот поставьте так ладони. И, пожалуйста, всех сидящих, поставьте вот так ладошки. И прислушайтесь к своим ладоням. Прислушивайтесь. Сначала я касаюсь ваших рук. Возникает как бы давление, у кого-то тепло, какие-то ощущения. А теперь вот я беру и как бы ваши руки немножко пожимаю. Есть ощущения? Ну, погромче, да или нет? Есть. Но ведь, спасибо, опустите руки. С точки зрения логики, официальной физики, медицины, это абсурд. Вот я не глядя на тех, кто сидит в студии, и тем более не видя тех, кто сидит у экранов телевизора, пожал им руки. И они почувствовали это. Конечно, вы можете мне сказать, что вот есть экстрасенсы, которые рассказывают о том, что какие-то невероятные энергии, поля. Все известно, энергии изучены, а вот не изучена информация, управление миром. А все-таки, как вы открыли в себе эти способности к целительству? Понимаете, кому-то может показаться странным. Во мне зазвучал голос. Этот голос сказал очень простые вещи. Да. Потому что были метания, я пытался ездить с экстрасенсами, там, лечить кого-то. Но не было знаний, что я делаю. И этот голос сказал, знаешь что, давай-ка успокойся, тебе пора учиться. Это было, это шоковое состояние, вам сразу скажу. Было желание пойти и сдаться туда, где привязывают к кроватям, понимаете? Вот так? Ну, я же понимаю, что я вижу мир по-другому, и я понимаю, что он реален. И все-таки телесеансы когда начались? Вы знаете, вот вся эта жизнь моя, она была как бы этапами подготовки к телесеансам. Это я сейчас понимаю. Мы сделали первую программу «Это вы можете» с Соловьевым Володей, покойником, царством небесным. И пошло гигантское количество писем. А там я провел сеанс, маленький. А потом мы сделали вторую передачу, еще один телесеанс я провел. Тогда на телевидении, зампред телевидения был Попов Владимир Иванович. И вот после этого гигантского потока писем мне позвонил, позвонил секретаршу Владимиру Ивановичу и пригласил его на меня к нему. Он меня пригласил, говорит, слушай, вот тут и ветераны труда, ну раньше как это, коллективные письма, просят организовать такие сеансы. Как ты на это смотришь? Я говорю, положительные. Он тут же нажал кнопочку, связался с Сагалаем, тогда Сагалаем был главным редактором информации. Говорит, сейчас я к тебе спустил чумак, запишите сеансы, давай их пустим. Я был как бы в тенниске, взлохмаченный, нечесанный. Он спустился, и мы записали шесть программ. Перед тем, как начались сеансы, я задал вопрос Сагалаему. Скажи, ты понимаешь, с чем мы начинаем? Ну, конечно, понимаю. Я говорю, нет, через месяц поймешь. Только через месяц он понял, что мы начали. Ведь это не узколечебные сеансы. Это был процесс изменения сознания гигантского количества людей. И вот, когда начались сеансы, началось расслоение общества. Гигантское количество писем помогло встретиться. И начались выступления, что шарлатанство, что этого быть не может. Но тогда нечем было доказать. Тогда можно было доказать только результатом. И были проведены исследования. Эти исследования сегодня, результаты эти существуют. Оказалось, что мои телевизионные сеансы, по медицинским показаниям, помогли порядка 150-160 миллионам человек. Не пугайся, я не ошибся. А когда состоялась ваша премьера на телевидении? В 89-м году. Примерно в это же время на телевидении одна за другой стали появляться программы «Помоги себе сам», «Твои возможности человек», «Бумеранг», «НЛО», «Необъявленный визит». Пожалуй, последняя была наиболее успешной. Я думаю, многие помнят ее до сих пор. По рейтингам конца 80-х, начала 90-х она занимала одно из лидирующих мест. И я приглашаю в студию ее автор и ведущего Александра Васильевича Мякшина. Александр Васильевич, ваша передача сразу стала телехитом после выхода в эфир. Я прав? Вы правы. Вы знаете, вообще передача возникла совершенно случайным. Корреспондент Виктор Сухачев привез такой небольшой сюжет, как несколько человек где-то в Подмосковье наблюдали какое-то загадочное явление, там летающие шары. Вот. И мы показали этот сюжет. Этот сюжет был как взрыв бомбы, потому что так же, вот как и реакция на Алла Владимировича, посыпались письма, телефонные звонки, в редакции телефон плавился от звонков. И тогда мы решили сделать часовую, целую передачу. Мы вышли в эфир. А в тот вечер случилось что-то невероятное, потому что даже после передачи сюда, вот в Останкино, приехали люди, они уже вот стояли у входа. И они все наперебой рассказывали, как они что-то наблюдали, куда-то летали, кого-то видели. Но мы тогда не думали ни о целителях, ни экстрасенсах. Нам было интересно вот это явление, неопознанные летающие объекты, какие-то загадочные вещи. Я всегда лихорадочно пытался понять, так что же это? Надо сказать, что я всегда скептически относился вот к этой группе людей, потому что настоящих, вот я за свой опыт, да, вот сколько я этим занимался, настоящих людей я встречал, ну, по пальцам пересчитать. Все же остальное, на мой взгляд, это действительно люди, ну, может быть, не открытые шарлатаны, может быть, люди, которые прошли какие-то курсы, какие-то школы и поверили якобы в свои способности. Алан Владимирович, а как вы относились к критике со стороны? Или тогда никто не осмеливался подвергать сомнению ваше с Кашпировским эксперимент? Да нет, конечно, и подвергали сомнениям, и было очень много критики. Кстати, вся критика шла почему-то от медиков, потому что они приняли на свой счет, и, наверное, это естественно. Результаты лечебные были астрономические, я еще раз хочу, астрономические, которые не поддавались никакому разумному объяснению с точки зрения медицины. Но начали выступать физики, что это невозможно. Появилась статья, где рассказывалось, какой-то физик попробовал там померить чего-то во время выступления Пугачевой, и оказалось, что у него сильнее, чем у меня чего-то. Можно я два слова буквально? Вы знаете, вот почему я приглашал Алла Владимировича в свои передачи? Потому что есть злые волшебники, есть добрые. Вот Алла Владимирович мне казался в то время добрым волшебником. А вообще, на самом деле, мне кажется, это никакое не волшебство. Просто если с точки зрения физики мы послушаем вот воздух вот в этой студии, здесь все движется. Мы просто на это не обращаем внимания. Если мы сосредоточимся, прислушаемся, мы почувствуем, как вот и тепло идет от прожигаторов, и какой-то холод. Это законы физики. Поэтому гениальность Алла Владимировича заключается в том, что он обратил наше внимание как бы на себя, на свой внутренний мир, на свои мысли. И мне кажется, это очень полезно для всех людей. Поэтому вы добрый волшебник. Спасибо. Концентрация мыслей соединит. Спасибо. Любопытный факт. В разгар популярности Кашпировского в 1989 году на Ленинградском ТВ выходит в эфир программа «Пятое колесо», целиком посвященная критическому разбору деятельности Анатолия Михайловича. Случай в практике тогдашних СМИ чуть ли не единственный. Вспоминает режиссер программы Елена Глебовна Плугатарева. Когда мы сделали программу против Кашпировского, в это время как раз был самый такой бум. Все сидели в телевизорах, все лечились по Кашпировскому. И, конечно, мы как бы попали не в дугу. Но, с другой стороны, очень хотелось показать, какой он такой Кашпировский есть. Несколько раз записывая фрагменты концертов его, по-другому и не скажешь, шоу, я видела одних и тех же людей, которых он представлял как вылеченных. Вот этих вот дергающихся, трясущихся, плачущих людей устанавливают на сцену. И в зале в это время творится бог знает что. То есть воздействие есть, конечно. Есть парапсихологическое воздействие, конечно, есть. Ну и он, видимо, способный человек. Раз какое-то количество людей он может обратить в свою веру. Но есть просто какой-то процент уже у врачей, спросите, людей, которые всегда подчиняются. Мы не знаем, что еще заложено вместе с его программой. Может быть, мы все это дружно ружье возьмем и понесемся куда-нибудь. Никто еще не знает, чем закончилось то, что начал Кашпировский. Я хочу обратиться к залу. Какое воздействие массовые сеансы терапии оказали на ваше здоровье? Пожалуйста. Девять лет тому назад мне довелось присутствовать на одном из первых сеансов встречи с экстрасенсами. Их было несколько человек. И они приглашали любого из зала для того, чтобы помочь, что человеку таскать нужно. И я, вы знаете, смело вышла и говорю, вы знаете, вот, ну вы сначала, мы определим, что у вас болит, а потом мы скажем, поможем вам или нет. Подошла ко мне женщина. Я не помню ее фамилию, милая, очаровательная. Знаю, что она живет под Москвой. И она мне сказала, вот у вас здесь немножко, здесь немножко. А что бы вы хотели? Я говорю, да, вы правильно угадали. Но мне бы хотелось научиться засыпать без снотворного. Я устала от таблеток. И она мне очень хорошо сказала. Сейчас сделала несколько пасов. И вы знаете, мне хватило это на год. Я без таблеток спала. Я ее даже иногда видела во сне. Но, к сожалению, хватило только на год. Так, а есть противоположное мнение у кого-нибудь? Пожалуйста, вот первый ряд. Мне пришлось быть на этих сеансах по долгу службы. То, что я наблюдала, это было страшно. Действительно, люди желали помощи. Но вера, мне кажется, что все держится на вере человека. Потому что одна женщина подходила к так называемому микрофону, который находился в зале. И все время жаловалась на то, что ей что-то не помогло. Ну, не помог. Не помог ей Кашпирус. Он не разрешал ей говорить дальше. Он говорил своим помощникам, уберите ее от микрофона. Потому что она мешает, портит мне всю картину. И в конце концов, когда в третий раз она силой подошла к микрофону и стала, значит, говорить о том, что вот какая она несчастная, что ей ничего не помогает. Он говорит, уберитесь сейчас же, иначе я вам сделаю такую язву, которая будет с вами всю жизнь. Все. После этого женщина сдалась. Когда я первый раз увидел, это было здесь в Останкино, увидел Кашпировского, вся редакция, вообще вся редакция сидела и смотрела. Он был в девятой студии, мы на этом же этаже все смотрели эти сеансы. Это было действительно чудо. Потому что запретный плод сладок, не было никакой информации. Я помню, как у меня сводило ноги, мне было страшно. Я потом пытался разобраться, что же это такое, каким образом это воздействует на меня. Так и каждый человек должен разобраться в себе, нужно ему это или не нужно. Если это каким-то образом влияет на здоровье человека, конечно, тут должно действовать законодательство, должно действовать, ну, какие-то там правоохранительные органы, Министерство здравоохранения, в конце концов. А вот проводились какие-нибудь исследования вашего влияния на людей? Как это официальная статистика была? За эти 10 лет проведено огромное количество исследований в Санкт-Петербурге с профессором Коротковым, там же в Санкт-Петербурге с Розиным. И эти эксперименты, физические эксперименты, это не то, что, знаете, мне кажется, это общепризнанными методиками физических исследований. И оказалось, что за всем этим стоит гигантская сила. Мои сеансы помогли по медицинским показаниям порядка 150-160 миллионам человек официально. Вы можете сказать, а я не верю, пожалуйста, в НИИ МВД России, там этот отчет, там эти графики, и можете взять, это доступно. Этот же вопрос я адресую директору Республиканского научно-практического центра психотерапии и медицинской психологии при Минздраве России, доктору психологических наук Владимиру Ивановичу Лебедеву. АПЛОДИСМЕНТЫ Алан Владимирович, ну я говорю, я к вам очень неплохо отношусь, но и лапшу, простите за выражение, на уши умеете вешать. И хорошо. Вас очень прекрасно слушает. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я должен сказать вам, что ни одна медкомиссия или Минздравская комиссия ваши эксперименты не исследовала. Исследовали побочные люди. И я сказал, была статья, вы знаете, что это вы оскорбились, это шла подтасовка фактов. Как говорят древние, Алан мне друг, а истина дороже. Я вернусь к массовым сеансам, с чего мы начали. Да-да, опасны они, вы считаете? Значит, когда я первый сеанс посмотрел этого самого, ну, Кашпировского, я как-то Алану Владимировичу не придал значения, что он там делает. Ну, машет руками, машет, развлекает публику. Как-то я не подумал, что он тоже имеет воздействие на зрителей. Но я говорю, я не придал значения. Но когда вышел Кашпировский, вот на первого сеанса, я посмотрел и вижу, что здесь идет прямая сугестия, то есть внушение. Я понимал, что самым уязвимым звеном являются дети. Я мобилизовал, тогда я был просто заведующим кафедрой, всех сотрудников, и мы стали обследовать школьников. Обследовали 4 школы, 215 человек. Что произошло? 76% наших школьников были вовлечены в эти сеансы Кашпировского. Вдумайтесь в цифру. Это официально, это зарегистрировано. 7% школьников вышли с различными формами душевных заболеваний. Начались психические эпидемии школьников. По 3-4 недели это все протоколировано за подписи министров бывших союзных республик. Школы не работали. Теперь дальше. Во время этих сеансов резко возросла внушаемость школьников. Мы показывали фотографию Кашпировского, они впадали в состояние каталепсии. Значит это, я хочу сказать как гипнолог, если человек хоть раз попал в состояние гипноза, он становится внушаемым для любого человека. Будь то это врач, ну врач, надеемся, в отличие от Кашпировского, не повредит. Если это криминальный элемент, значит он может его взять. Если это секта, он будет сектантом, послушным зомби. Вот это поколение сейчас у нас уже вышло на поверхность. И я вам должен доложить, внушаемость нашего населения резко повысилась. Правда здесь есть еще другие факторы, о которых я говорить не буду. В середине 90-х годов вышел приказ Минздрава России о запрете массовых лечебных сеансов. Реакция Минздрава была вполне прогнозируема. И дело тут не только в вас, Аллан Владимирович, или в опытах Кашпировского. По сути был выпущен джин из бутылки. По всей стране стали гастролировать всевозможные колдуны и потомственные целители. Если не сказать просто шарлатаны, которые пользовались доверчивостью людей. Вот такие и фокусы. Но если бы это были только фокусы. А вот как вы могли бы прокомментировать эти сеансы, Аллан Владимирович? Знаете, это не фокусы. Это страшнейшее явление, которое, к сожалению, имело место. И может быть даже имеет и сейчас. Вот вы знаете, когда накапливается река у плотины, перегораживает плотину, то у плотины в первую очередь собирается мусор. И когда открывается плотина, а мои сеансы открыли плотину умолчания, в нее, конечно, хлынул этот мусор. И этот естественный, нормальный процесс, к сожалению, это в любом виде человеческой деятельности, что-то открывает, обязательно туда устремляются и сопутствующие элементы. Александр Васильевич, вы согласны с мнением Аллана Владимировича? Да, я совершенно согласен. Это другой разряд. Волшебный, ну, так скажем, шоу-бизнес. Это люди выступают на сцене. Это к здоровью других людей не имеет никакого отношения. Что же касается целителей, экстрасенсов, которые связаны с нашим здоровьем, здесь, конечно, вопрос деликатный. И то, что отменили эти телесеансы, я считаю, это правильно. Я здесь не согласен. Я понимаю, Аллан Владимирович, он замечательный, умнейший, милейший человек, но если одному человеку по другую сторону экрана стало нехорошо, не по себе, этого уже не может быть. Пожалуйста, существуют там какие-то залы, существуют ваши лаборатории, пусть приходят люди, платят деньги вообще или бесплатно, я не знаю, как угодно. Если им это помогает, пожалуйста. У меня у самого мамы интеллигентный, образованный человек, она ставила эти банки, я ей говорил, ты что, с ума сошла? Аллан Владимирович, ну вот пришло время, я думаю, для вот сеанса, так называемой, медитации. Пожалуйста. Для того, чтобы провести медитацию, ничего не надо. Вот давайте я подойду к этой части студии. Да. Сезам, откройся. Потрясающе. Браво. Потрясающе. Браво. Что для этого надо сделать? Мы сядем с вами, разомкнем руки, ноги, ну как было во время сеанса, но и положим руки вот так, все это сделаем так же, но мы найдем в себе ту, то состояние, которое желание мира, желание любви и добра огромному количеству людей. Пожалуйста, подготовьтесь. И все телезрители, пожалуйста, сядьте поудобнее и подготовьтесь к медитации. Готовы, да? Начали. Ну вот и все, дорогие друзья. Мы совершили с вами большое дело. И поверьте мне, что наши эмоции, наша любовь, она пришла к огромному количеству людей, которые сидят сейчас у экранов телевизора. Спасибо большое. А вы можете вот еще раз сторочку закрыть? Сезам, закройся. Потрясающе. Александр Васильевич, гостями ваших программ были не только целители, медиумы и колдуны, но и представители официальной науки. Скажите, пожалуйста, вот какие специалисты действительно глубоко и серьезно занимались проблемами паранормальных явлений? Вообще, официальная наука не воспринимала всего этого. Я всегда говоривался, что, дорогие друзья, это предположение, мы хотим разобраться, откуда это, зачем, а самое главное, каким образом воздействует на нас, потому что это очень важный вопрос для телевидения, потому что мы же воздействуем на зрителя, мы создаем, как говорит Аллах Владимирович, новые сознания. Поэтому тех людей, которых я приглашал в студию, я с ними спорил, я всегда был их оппонентом. Я пытался оказаться на стороне зрителей, которые хотят что-то понять, хотят что-то в чем-то разобраться. А вот, насколько я знаю, записи ваших программ как-то не всегда лежали в русле спокойных таких научных дебатов. И однажды, насколько мне известно, чуть ли не дошло до драки. Было такое? Дошло до драки. Ну, скажем так, что... Ну что, правда? Нет, Дракова мы однажды снимали передачу, вот из этого цикла, называлась она «Непознанно». И в студию я пригласил знаменитого волшебника, я не знаю, он себя называет артистом оригинального жанра, хотя занимается экстрасенсорикой и там разными вещами. Это заслуженный артист России Юрий Гаврилович Горный такой. Ну как же. Да, знаменитый человек. Конечно. И Эдуард Константинович Наумов, к сожалению, покойник. Это человек, который вот как бы отец в нашей стране, проповедник экстрасенсов, целителей. Не столько целителей, сколько вот людей, обладающих необычными способностями. Моя основная задача была разоблачить вот этих людей. И я был на стороне Горного, а Наумов рассказывал, что нет, вот существуют люди, обладающие необычными способностями. И он настолько был конкретен, настолько мощный был в то время. Наумов. Наумов. А Горный почему-то вот как-то растерялся, то ли у него не хватило слов, не хватило каких-то доказательств, подтверждений. Он просто сорвался со своего места, подошел и, он бывший боксер, там занимался боксом, и врезал Эдуарду Константиновичу Наумову прямо в лицо. Ну, с кем не бывает. Сорвался человек. С кем не бывает. Юрий Гаврилов действительно такой непримиримый и импульсивный противник экстрасенсов и парапсихологов. Вы знаете, я к нему очень хорошо отношусь, это уникальный человек. Он там и с завязанными глазами водит машину по Москве, и какие-то уникальные трюки делает, читает в уме, там складывает какие-то делики значные. Понять это невозможно. Но вот как-то он агрессивно настроен против целителей. Я его понимаю. Ну, когда это было? Это было давно. Но, вы знаете, и все-таки я рискну пригласить в студию мастера психологических этюдов заслуженного артиста России Юрия Горнова. Юрий Гаврилович, вы демонстрировали различные психологические этюды. Это чтение мыслей на расстоянии так называемое кожное зрение. Вот являются ли ваши способности чем-то необъяснимым? Или это просто тренинг? Олег, спасибо за такой конкретный вопрос. Мне этот приятен вопрос, потому что некоторые считают, и как многие распространяют, как они обнаружили все способности. Какие-то супермены существуют. Я пока не знаю в ближнем окружении уникальных людей, которые меня потрясли, чем бы, либо. Поэтому я это шел таким тернистым путем. До 20 лет я усиленно занимался физической культурой, физическое самосовершенствие. Потом я увлекся этюдами, ну, был у меня гипнотизер известный, который меня, так сказать, посвятил секреты гипноза. Это было 20 лет назад, до того, как я попал на телевидение в 80-м году. 20 лет мы утверждали жанр. И мало кому известно, что главный идеолог страны сказал, стукнул по столу в свое время и сказал, чтобы этих проходимцев на сцене не было. Он имел в виду артиста Мессинга, который байки такие вам написал о своих возможностях, как он от Берия, от Рюмина уходил, у Сталина был. Все это блеф, не состоящий в действительности. И вот когда я посмотрел Мессинга этюды, да, можно считать, что они полезны для общества было. То есть они привлекали понимание психики в каком-то плане. Ну делал он классические этюды, демоторные акты, расшифровывал. Это учится любой мальчик, который, или любой представитель балета это прекрасно сделает, так? Поэтому, какую бы легенду я ни слышал, я ее пропускал через свой аппарат, а именно исследовательскую модель, информационно-динамическую модель. Будь то научная теория, будь то демонстрация Алана Владимировича, Анатолия Михайловича. И, кстати, меня всегда считают, что я категоричный человек. Я, Аллану будет время, я расскажу, что я стою на позиции о том, что вода, вода, которая не пропагандирует, имеет уникальное свойство. Она утром и вечером разная, зимой и летом разная. Но то, что Аллан Владимирович махает руками, это не значит, что он влияет на эту воду. Вода изменяется под рядом факторами. Ну, хотя бы лунный фактор, приливы, отливы, много я могу факторов назвать. Аллан Владимирович мастер слова, я не отрицаю этого. Но вот когда я по Ленинградскому телевидению побахал, моя задача была в течение минуты доказать, блеф, несостоятельность этого махателя, пропагандиста тоже, Геллер, Геллер, который часы останавливал, Геллера, Аллана Владимировича, Джуна Эффекта и Анатолия Владимировича. Геллер и эта тройка разные. Технологии здесь разные. Я помахал, и что вы думаете? Ну, я с зрителем заявил, что сейчас, через минуту моего махания, у вас пройдут мигрени, головные боли и много-много в другое. В общем, самочувствие, состояние будет прекрасное. Но завойдутся не только часы, как у Геллера, а машины, кофемолки, стиральные машины, холодильники и так далее. Так через час, друзья, 17 прямых телефонов не выдержали оповещений. Каждый звонил, у меня то-то-то-то завелось и так далее. Когда никто не мог пробиться, один пробивается и говорит, можно Горнова поблагодарить за то, что у меня часы завелись. На стенные часы. Ему говорят, да всякие, на стен, на поле, наручные, всякие завели. Он говорит, так у меня нарисованные. Вот вы сейчас смеетесь. Вы сейчас смеетесь, да? А вообще-то не смешная ситуация. Вот почему я вынужден был, я честно вам скажу, что я не к Анатолию Владимировичу Калану враждебно не отношусь. Тем более, они враждует между собой. Я знаю, что вы упрекали Кашпировского в том, что он тоже демонстрирует фокусы на телеэкране. Как, например, это было в программе «Взгляд», когда Анатолий Михайлович показывал эксперимент со стаканом кипящей воды. Обхватите стакан рукой. Обхватите. Нет-нет, не на ладони. Рукой обхватите. Сейчас внимание его акцентуирую на том, что он абсолютно ничего не чувствует. Может быть, хватит, а? Ну, это дело ваше. Видите, вода кипит. У него останется на руке ожог потом? Да, останется немножечко. Достаточно тогда. Ну, все, заберите, пожалуйста. Что вы скажете? Ну, вот что я скажу. Это очень простой закон физики. Вот эта вода прогревается на начале, не на дне. На дне вода не кипит, она холодная остается. И вы держите, как обыкновенный стакан. Ну, уже потом, если в долг, когда вся вода закипит, конечно, будет больно. Но до этого Кашпировский не допускал. Вот в этом заключается профанация. Если бы он выступал на эстраде, удивлял. Пожалуйста. Известный философ и психиатр Карл Есперс говорил о прямой зависимости человеческой психики от социальной, экономической и политической стабильности общества. Готовясь к передаче, мы встретились с директором Института философии Российской Академии Наук, академиком Вячеславом Степиным. Давайте посмотрим фрагмент нашей беседы. Что произошло в то время? Все ценности коммунистические, которые подсознательно многие люди воспринимали, и хотя и критиковали их, и многие не верили во все эти ценности, тем не менее других не было и жили в соответствии с ними. И они оказались, в общем, к этому времени уже достаточно сильно разрушенными. Люди стали утрачивать ориентиры жизни. Время стало нестабильным. И в этом нестабильном мире будущее непредсказуемо. Вот на этом фоне и появилась эта деятельность Кашпировского, Чумака и так далее. Хотя где-то в глубине человек мог и не сомневаться в этом, но, а вдруг, а вдруг тут действительно что-то такое лежит, что будет мне полезно, что меня спасет, что меня выручит и так далее. И еще один момент. Нельзя сбрасывать со счетов то, что наши люди, в общем, верили в то время особенно в государственные средства массовой информации. Поэтому, как только по телевизору стали идти эти сеансы, вся страна к телевизору прилипла. Хочу спросить всех. Вы согласны с мнением академика Степина? В его рассуждениях есть его здравый смысл. И со своей точки зрения он прав. Но самое это страшное в том, что мы, высказывая собственные позиции, совершенно отрицаем любую другую. Вы как-нибудь видели спорящих мудрецов? Я, например, не видел. Они беседуют. Они допускают, что собеседник тоже может быть прав. В чем-то давайте разберемся. Александр Васильевич. Вы знаете, мне кажется, все идет своим чередом. Все идет, естественно, как и должно, в общем-то, идти. Экстрасенсов становится все меньше и меньше, потому что к ним ходит меньше людей, или нет денег на это, или меньше веры в это. В чудеса люди становятся меньше верить, потому что жизнь как бы преподносит множество всяких. Но это не исключает того, что эти темы должны иметь место, и мы должны заниматься изучением этих явлений. Однозначного ответа, как мне представляется, ожидать сложно. Сейчас нас волнуют совсем другие проблемы. Однако мир человеческих возможностей существует по своим законам, вне зависимости от цен на нефть или курса доллара. И, в конце концов, тяга человека к самопознанию бесконечна. И мы стоим лишь в начале этого пути. Всего вам доброго. Вы смотрели программу «Как это было». До новых встреч! Отвечная служба — Продолжение следует...